Большое спасибо, уважаемый господин президент, уважаемые коллеги. В современном мире эффективная борьба с распространением оружия массового уничтожения приобретает особое значение для поддержания глобальной и региональной стабильности, для надежного обеспечения безопасности всех, без исключения государства. Конструктивное взаимодействие в этой сфере – важный элемент усилий по формированию позитивной международной повестки дня. Думаю, все согласны с тем, что резолюции сайта безопасности, предполагающие конкретные меры воздействия в отношении нарушителей режимов нераспространения, должны строго соблюдаться. Кройгольным камнем остается базовая резолюция 1540, в которой содержится обязательство государств-членов принимать конкретные меры в целях недопущения попадания оружия массового уничтожения и его компонентов в руки негосударственных субъектов. Особое значение имеют и принятые в ее развитии решения Совета безопасности, предусматривающие санкции за передачу любых видов вооружений террористам. Факты таких передач есть, и их надо тщательно расследовать. Как и 50 лет назад, когда был открыт к подписанию договор о нераспространении ядерного оружия, наша страна остается приверженной достижению цели избавления мира от ядерной угрозы. При этом необходим безусловный учет всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, а в процессе переговоров должны принимать участие все страны, обладающие военно-ядерным потенциалом. Устремление ряда стран к запрещению ядерного оружия в отрыве от основополагающих принципов ДНЯУ не смогут увенчаться успехом, а лишь создают двусмысленность в дальнейших подходах к нераспространению оружия массоуничтожения. Говоря о ДНЯУ, не могу не упомянуть резолюцию 2231, которой Совет безопасности одобрил совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Односторонний выход Соединенных Штатов из этого документа создает серьезную угрозу для режима нераспространения, тем более, что, как многие уже до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках СВПД обязательствам, и это регулярно подтверждается МАГАТЭ. Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем и Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения. Развал СВПД был бы весьма контрпродуктивен и для предпринимаемых сейчас усилий по денуклеаризации корейского полуострова, которые мы приветствуем и активно поддерживаем. На пути ядерного нераспространения остаются и другие серьезные препятствия, имею в виду, по сути дела, решение Соединенных Штатов отложить на неопределенный срок, а может быть и навсегда, ратификацию договора о всеобъемночем запрещении ядерных испытаний, отсутствие прогресса в выполнении решений государства-участников дня о создании на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия массового уничтожения. Тревожные ситуации сложились и в вопросах химического разоружения, прежде всего в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ. Мы предостерегаем от новых ударов по территории Сирийской Арабской Республики под очередным инсценированным предлогом. Это стало бы грубым нарушением Устава ООН, подорвало бы усилия по продвижению политического регулирования в этой многострадальной стране. Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, договоренностью которой была закреплена в резолюциях Совета Безопасности ООН и в решениях организации по запрещению химического оружия. А вот у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть. Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские. Россия неоднократно предлагала выработать всеобъемлющую стратегию по борьбе с химическим терроризмом. В 2017 году в Сайд Безопасности был внесен российско-китайский проект, соответствующий резолюции. Не по нашей вине он не был рассмотрен. И в более широком плане, еще в марте 2016 года на конференции по разоружению в Женеве мы представили проект конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Печально, что работа над ним искусственно блокируется, и все вы наверняка знаете, какими странами. Тем не менее, наше предложение по-прежнему остается в силе. Между тем, деградирует ситуация в Организации по запрещению химического оружия, где наши западные коллеги стремятся навязать ее техническому секретариату так называемые атрибутивные функции, грубо нарушая конвенцию по запрещению химического оружия и вторгаясь в прерогативы Совета Безопасности. Параллельно нарастает ничем не подкрепленная в стиле «highly likely» риторика в связи с делом Солсбери. При этом Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшегося нами совместного расследования, хотя именно этого требуют ее обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, Венской Конвенцией о консульских сношениях 1963 года, Двусторонней Консульской Конвенцией 1965 года и Европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Возникает вопрос, если не хотят сотрудничать, значит есть что скрывать. Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины. То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокации с использованием биологического оружия. Учитывая упомянутые попытки манипулировать статусом Конвенции о запрещении химического оружия, хочу предостеречь от искушения использовать в тех же целях и Конвенцию о биологическом и токсинном оружии. Напомню, в соответствии с этой Конвенцией право инициировать и проводить расследование принадлежит исключительно Совету Безопасности. Никаких суррогатов не предусмотрено и быть не может. Напомню, кстати, что мы не раз предлагали согласовать механизм верификации соблюдения Конвенции о биологическом и токсинном оружии всеми ее участниками. Однако Соединенные Штаты жестко блокировали это предложение и в итоге похоронили его окончательно. Подобное желание сохранить свободу рук проявляется в условиях, когда режим Конвенции о биологическом и токсинном оружии подвергается дополнительным испытаниям в связи с наращиванием военной медико-биологической деятельности, в том числе на постсоветском пространстве. Мы призываем отказаться от милитаризации и здравоохранения. Россия последовательно выступает за укрепление Конвенции по биологическому и токсинному оружию. Реализуем с этой целью инициативу, включая формирование мобильных противоэпидемических отрядов в интересах быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации биологического происхождения. Уважаемые дамы и господа, господин президент, диалог между Россией и Соединенными Штатами, как двумя крупнейшими ядерными державами, имеют особое значение для укрепления режима нераспространения АМУ. Именно наши два государства стояли у истоков создания общих рамок многостороннего сотрудничества в целях противодействия попаданию оружия и массу уничтожения в руки негосударственных субъектов и борьбы с актами ядерного терроризма. По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мирового сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву к сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам. На прочной основе устава ООН Россия всегда открыта к честной совместной работе в пятерке ядерных держав со всеми другими странами в интересах укрепления глобальной стратегической стабильности. Рассчитываем, что шаг в этом направлении позволит сделать сегодняшнее заседание ООН, заседание Совета безопасности, он ключевого органа по поддержанию международного мира и безопасности. Считаем в этой связи инициативу президента Трампа по созову этого заседания весьма и весьма своевременной. Благодарю за внимание.